Всем привет! С вами по-прежнему канал Армения Будущего. У нас прошлый выпуск был как раз с Виктором Александровым, который представил нам своего друга и человека, с которым он посетил Армению, Арцах, Александра Московского, который 36 лет не был в Армении, но все это время болел за нее и за Арца душой, помогал ей по мере возможности. И вот, наконец-то, посетил обе Армянские республики. Александр, вот как получилось так, что вы именно сейчас приняли решение попасть сюда, и как вам в целом? Ну, в целом причина одна была, только это свободное время, новогодние праздники, которые у нас в Москве, в России длится 10 дней целых. Никто нигде не работает, поэтому, чтобы время использовать более рационально, решил просто приехать, посмотреть. Вот основная причина, что отсутствие времени, что не позволило ранее это делать. Работа, занятость, напряженный график. Слава Богу, сейчас это удалось. И как? Как впечатление от страны, в которой не были, ну, маленькую жизнь фактически? Да, ну, в принципе, город Степанакерт, в общем-то, что мне сразу попадается в глаза, это чистота города, очень чисто. Конечно, экономика страны, ну, как бы, блокированная страна, непризнанная страна. Возможно, что я много чего еще не знаю, поскольку только приехали еще. Ну, понятно, что при таком экономической, политической ситуации не может быть сильно развитой. Цена в целом, в общем-то, то, что очевидно, ну, оставляет такое хорошее впечатление. Раз при таких условиях такая чистота, порядок, новогодные оформления, везде горят лампочки, люди гуляют, люди ходят в рестораны. Это значит кипит жизнь. И дай бог, когда будет признана республика, когда статус будет изменен, надеюсь, что станет еще лучше. Поэтому у меня только ожидание лучше. Вы ожидаете также и признанного статуса? Обязательно. Мы, где бы ни находились, в общем-то, ведем активную деятельность в информационной среде. То, что делают сегодняшние власти Армении и Нагорного Карабаха, Арцаха, в большом ощущении, это все рано или поздно приведет к тем результатам, которые мы, в общем-то, 30 лет, 25 с лишним лет идем. Поэтому никаких сомнений. Рано или поздно это обязательно случится. А вот, что касается вашей деятельности на почве помощи Арцаху, на почве помощи Армении, в чем она состоит? Может быть, сможете об этом что-то, если считаете нужным, рассказать? Ну, в принципе, не хотелось бы раскрыть всю информацию. Но, в принципе, можно сказать, что мы, в общем-то, были на передовых линиях. Помощь была направлена военным. И, опять-таки, тут нежелательно информацию открыть, потому что, ну, зачем? Чтобы наши недруги знали, в чем нуждается военная. Хотя я убедился, что наша военная абсолютно ни в чем не нуждается. То, что было сделано, это просто, как долг мой. Ну, один из моих братьев, у нас четверо братьев, один из братьев оставил троих детей, старшим, которому только было всего лишь 5 лет, и, в общем-то, погиб, отстаивая интересы Армении, Арцаха, и я считал, что это мой долг приехать, посмотреть, что за город, что за страна, за которую погиб мой брать. Так что, вот, по мере возможностей, сколько можем информационной среде проводим активную деятельность, продвигая интересы Арцаха, Армении в целом. Ну, и последнюю помощь нашим братьям, которые на передовую. Планируется ли что-то в будущем? Да, мы пока сегодня ехали. С Виктором мы уже затронули темы. Правда, это нужно еще проработать, согласовывать с местными властями. Идей-то у нас много, но надо еще учитывать мнение, и послушать советы местных властей, насколько это им нужно, и вообще нужно ли это им. То есть, планов много, и, в общем-то, по возвращению Москвы мы будем продолжать работать в этом направлении. Что же, остается только пожелать удачи, поблагодарить за уже сделанное. Спасибо. Ну, и выразить надежду на то, что все эти планы замечательные, а может быть, еще что-нибудь побольше, как знать, будет реализовано. С вами был канал Армения Будущего. Смотрите нас, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и не забывайте про колокольчики. И, конечно же, не буду здесь оригинальным. Будьте с нами. Спасибо, до свидания.